Современная киноиндустрия ежегодно предлагает зрителям десятки банальных кинокартин. Как правило, в них всегда добро побеждает зло, никто из главных героев не умирает, а центральный персонаж превращается из недотёпа в звезду. Если вам наскучили такие фильмы, то это ТОП для вас, ведь в нём мы собрали самые неординарные киноленты от финала, в которых вы будете в шоке. С вами канал ТОП ХАЙП и сегодня мы предоставим вам 10 фильмов, в которых вы никогда не отгадаете концовку. Погнали! Убийство в Восточном Экспрессе. Рейтинг 6,5. Многие критики считают, что предыдущие экранизации этого известного на весь мир романа Агаты Кристи были несколько успешнее. Некоторые продолжают утверждать, что книга лучше. Путешествие на одном из самых роскошных поездов Европы неожиданно превращается для его пассажиров в расследование загадочного убийства. Фильм рассказывает историю 13 пассажиров поезда, каждый из которых находится под подозрением. Роль легендарного сыщика здесь совсем иная. То, что она намеренно сделана далёкой от классического образа, особенно подчёркивает тот факт, что её исполняет сэр Кеннет Брана. Мама. Рейтинг 6,6. Этот фильм показывает нам молодую пару, нежно любящую друг друга. Резкие перемены в идеалистической картине начинаются, когда в их дом один за другим начинают вторгаться незваные гости. Некоторым зрителям эта фаза закручивания сюжета показалась слишком затянутой, но виной тому лишь неспособность логически объяснять то, что происходит на экране. А ведь именно в этом и заключается прелесть картины. До самого конца вы не сможете понять, что происходит и чем всё закончится. Предупреждаем сразу, в фильме есть сцены не для слабонервных. Фокус. Рейтинг 6,6. Девиз этой картины, выпущенной в прокат в 2015 году – «Узнай, в чём фокус». Это в полной мере выражает происходящее на экране. Мы не будем подробно вдаваться в сюжет, чтобы не заспойлерить вам его повороты. Скажем только то, что количество сюрпризов в этом фильме будет просто зашкаливать. Довольно быстро вы привыкнете не доверять ни одному слову героев, но даже тогда сценаристам всё равно удаётся вас удивить. Фильм – это история об опытном мошеннике, который влюбляется в девушку, делающую первые шаги на поприще нелегального отъёма средств у граждан. Роли двух главных героев, связанных противоречивыми отношениями, исполняют неподражаемые Уилл Смит и Марго Робби. Ходят слухи, что изначально роли предполагалось отдать Эмми Стоун и Райану Гослингу. Но согласитесь, тогда настроение в фильме было бы совершенно иным. Мгла. Рейтинг 7,1. Эту картину, снятую по повести Стивена Кинга, поставил знаменитый Фрэнк Дарабонт, который прославился экранизацией великой повести писателя «Рита Хейворд» и «Спасение из Шаушенка». Мгла отличается от книги, пожалуй, самым главным – финалом. Сложно представить себе, что писатель смог одобрить такой поворот событий, однако именно так и сложилось. Кинг остался всем доволен и заявил, что сам хотел закончить роман именно так. Спешите посмотреть. Это тот редкий случай, когда прочтение книги заранее не обязательно означает спойлер фильма. Фрэнк Дарабонт хотел экранизировать повесть «Туман Кинга» с 1980 года, когда впервые прочитал её в составе сборника «Тёмные силы». Он хотел, чтобы именно этот фильм стал его режиссёрским дебютом, но всё вышло иначе. Первоначально Фрэнк Дарабонт хотел сделать фильм чёрно-белым. Желания режиссёра были учтены производителями. Второй диск американского двухдискового подарочного издания содержит чёрно-белую авторскую версию картины. Все фильмы кажутся вам знакомыми по киноафише, но недостаточно продуманными? Тогда оставьте место для десерта. Чем ближе к концу видео, тем ближе к настоящим жемчужинам мирового кинематографа. Хотите узнать, какие признанные шедевры кино могут похвастаться неожиданной развязкой? Тогда оставайтесь с нами до пункта номер один, и вы всё увидите. Дальше интереснее. Девушка с татуировкой дракона. Рейтинг 7,8. Этот фильм в нашем списке – ещё один классический представитель детектива, но на этот раз остросюжетного. Снят он по мотивам романа Стига Ларсена. 40 лет назад Харриет Вангер бесследно пропала на острове, принадлежащему могущественному клану Вангер. Её тело так и не было найдено, но её дядя убеждён, что произошло убийство, и что убийца является членом его собственной, тесно сплочённой и неблагополучной семьи. Он нанимает опального журналиста Микаэля Блунквиста и татуированную хакершу Лизбет Саландер для проведения расследования. Чёрный лебедь. Рейтинг 8 баллов. Если вы всю жизнь думали, что балет – это для девочек, то пересмотрите своё мнение хотя бы ради этого фильма. Сюжет картины строится вокруг примы балетного театра, у которой неожиданно появляется опасная конкурентка, которая способна отобрать у главной героини все партии. Соперничество усиливается по мере приближения ответственного выступления, которое должно решить всё. Однако Чёрный лебедь – это необычная драма про закулисные отношения. Уже с первых минут фильма определённая постановка кадра и подбор музыки намекает нам на нарастающую трагедию. Главную роль в фильме исполняет Натали Портман, которой драматические роли отлично удаются ещё со времён Леона. Вен Сан Кассель и Мила Кунис – партнёры Портман по фильму, тоже явно не нуждающиеся в представлении. Полная версия сценария называлась совсем иначе, а сюжетная линия крутилась вокруг Нью-Йоркского театра. Дарону Аронофски понравился сценарий, но он предложил перенести действия в мир балета. Потребовалось 10 лет на воплощение сценария в жизнь, но получилось поистине великолепно. 7. Рейтинг 8,6 Это весьма жестокий криминальный триллер об убийце-психопатии, который наказывает своих жертв за совершаемые ими смертные грехи. Прежде чем запустить фильм в производство, студийные боссы настоятельно требовали чуть-чуть изменить сценарий, а именно переписать финал. Неизвестно, в каком виде в итоге вышла бы лента, если бы не исполнитель главной роли Брэд Питт. Актёр отказался участвовать в проекте, если кто-нибудь осмелится тронуть концовку. Стоит отметить, что фильм полон символизмом и мелкими деталями, которые словно пытаются рассказать нам часть истории. Например, метроном в начале фильма тикает ровно семь раз. Все номера домов начинаются с цифры семь. Почему именно семь? Обязательно посмотрите фильм, чтобы узнать это. Начало. Рейтинг 8,8 Это один из самых известных фильмов Кристофера Нолана. Если вы не смотрели его, то советуем как можно скорее добраться до экрана. Фильм «Начало» хорош не только отменным актерским составом, потрясающими спецэффектами и оригинальной задумкой. Эту картину просто невозможно заспойлерить. Даже несколько раз пересмотревшие его не всегда могут разобрать всех хитросплетений. Фильм о талантливых промышленных шпионах, которые вытягивают самые важные секреты из людских снов, заработал сотни миллионов долларов в прокате и был высоко оценен как критиками, так и зрителями. Полный неожиданностей и психологических коллизий фильм закручивается вокруг сложнейшего дела, за которое решается взяться команда воров сновидений. Вы можете нахватать в интернете массу спойлеров о сюжетной линии фильма, но это никак не помешает вам погрузиться в атмосферу и напряженно следить за развитием событий. Особенно хороша финальная сцена фильма. Она лишний раз доказывает, что иногда нескольких простых деталей достаточно, чтобы вновь подогреть интерес зрителей до максимума. Бойцовский клуб. Рейтинг 8,8 Бойцовский клуб – фильм, снятый по книге популярного писателя Чака Паланика. Сотрудник страховой компании страдает хронической бессонницей и отчаянно пытается ворваться из ужасной и скучной жизни. Однажды в очередной командировке он встречает некоего Тайлера Дёрдена – харизматичного торговца мылом с извращенной философией. Тайлер уверен, что самосовершенство не удел слабых, а единственное, ради чего стоит жить – это саморазрушение. Этот герой выражает основную идею произведения, но зрителю предстоит увидеть и множество других ярких героев. Чего только стоит одна Марла Сингер, образ которой воплотила в жизнь великолепная Хелена Боннэм Картер. Тайный Бойцовский клуб, основанный приятелями, становится отправной точкой совершенно безумных приключений. Линия тревожности и бессонницы главного героя проходит красной линией через весь фильм, постоянно напоминая зрителю, что что-то здесь не так. Что именно не так и почему? Это вам стоит увидеть своими глазами. Разгадать главную интригу фильма до развязки не удалось почти никому. И даже после финальных титров люди продолжают с пеной у рта обсуждать только что увиденное. Насчет смысла этого фильма и одноименного произведения Паланика существует множество теорий, некоторые из которых по безумному завихрению мысли немного превосходят оригинал. Известно, что сам Чак Паланик признал, что концовка фильма получилась более удачной, нежели концовка его книги. Побег из Шаушенка. Рейтинг девять и три десятых. Побег из Шаушенка – американский художественный фильм-драма 1994 года, снятый режиссером Фрэнком Даррабантом по повести Стивена Кинга, Рита Хейворд и Спасение из Шаушенка. Лента рассказывает о банкире, который в результате ошибочного обвинения в убийстве своей жены и ее любовника приговаривается к пожизненному сроку, оказывается за решеткой и решает осуществить побег. Изначально казалось, что большого успеха в прокате картина иметь не будет. В 90-х в цене были более легкие фильмы, способные отвлечь людей от монотонных серых будней. Немногие загорелись желанием смотреть в кинотеатре тяжелую драму про заключенных, да еще и с не слишком известными на тот момент актерами в главных ролях. Однако после первых же дней проката первые зрители начали делиться со знакомыми своим восторгом от картины. Для многих решающим моментом стало то, что на самом деле это не мрачное и безнадежное. А напротив, воодушевляющая история о надежде и вере в лучшее. В итоге в 95-м году «История побега» получила семь номинаций на премию «Оскар». К сожалению, ни одной статуэтки взять не удалось, но народную любовь завоевать точно получилось. Несмотря на то, что фильм считается признанной классикой кинематографа, многие зрители, особенно представители молодого поколения, до сих пор не смотрели этот великий фильм. Настоятельно рекомендуем его к просмотру, ведь с какими бы ожиданиями вы не сели смотреть его. После финальных титров вы долго будете отходить от пережитых впечатлений. Ну а в комменты напишите, какие еще фильмы с неожиданной концовкой вы знаете, а также ставьте лайк и подписывайтесь на канал.